В этом подкасте мы даём возможность людям, живущим в России, рассказать о том, как они чувствуют себя в окружающей их действительности. Тем людям, которые по разным причинам не могут высказаться публично. Мы не называем имён и не задаём вопросов. Люди сами решают, как и о чём они хотят говорить. Мне 64 года, 24 февраля 2022 года, я когда услышал эту новость о том, что началось безумие, российские войска вошли в Украину, я испытал шок. Но так как я человек, который хорошо знает историю, я сразу подумал о последствиях. Я знаю историю, что ни одна страна в мире, против которой ополчился весь вменяемый мир, не победит. Это показали две последние войны мировые, когда объединённые коалиции всегда побеждали агрессора. Тем более агрессора, который экономически не развит, и чья экономика в основном зависит только от природных ресурсов, и от того, что в этой стране очень большое количество может пойти под ружьё. И вот я когда об этом подумал, я подумал, что последствия для нашей страны будут колоссально неприятные. И это будет обязательно. Но вот я тут же сразу вспомнил ещё исторические параллели, которые, может быть, странно звучат, но я действительно свидетель ужасов войны. Как бы это ни казалось странным. Я родился в 59-м году. Но мой отец пришёл с войны в 45-м году. Он весил 48 килограмм. И пришёл без правой руки. Ну, как бы человек без руки не так визуально и страшно. Но когда мне исполнилось лет 6 или 7, я уже перестал с тётями ходить в баню. И всё время там ныл мамке, всё время говорил, мам, ну давай я с мужиками. А у нас была баня по-чёрному. И там парились старшие братья и отец так, что там, ну, ребёнку находиться было невозможно. Ну, думаю, буду терпеть. И вот я как-то пошёл с ними в баню. И мы с отцом оказались в бане одни. И он мне говорит, Санька, это, потри мне вот эту подмышку и вот культю, вот эту руку. Для меня это был такой ужас. Что взять в руки вот этот вот небольшой обрубочек для ребёнка, ну, это я не знаю. Ну, конечно, я каким-то образом там что-то ему побыстрее намылил. И пришёл потом домой с баней и сказал, мам, давай я лучше опять буду с тобой ходить в баню. Не знаю, говорила она отцу после этого или нет. Но я же ещё и с детства помню, сколько у нас пришло с войны людей, искалеченных войной. Вот они, пришедшие с войны в таком состоянии, они могли, ну, мужчины были хоть какой-то нужен в селе, где половина их поубивала на войне. И они как-то всё-таки женились, нарожали детей. Но поскольку они были вот такие ограниченные, малообразованные, ограниченные по состоянию здоровья, не способные ни на что, кроме как вот где-то производства, семьи были большими. Но я помню вот их жён, то есть это женщины, которые вот до самой старости испытывали, ну, просто нечеловеческие страдания и муки, потому что эти мужчины, кроме того, как курить, пить и стругать детей, они были ни на что не способны. На своих же этих жёнах они изливали всю свою вот эту несостоятельность физическую. Они их и лупили, и мой папа прикладывал, маму бил, вот, пока его старшие братья не тряханули пару раз. Этих жён, которых я помню с детства, они вот целыми днями работали и у себя на огородах, и на фермах, и в совхозных полях. Я редко помню какой-нибудь из них улыбающийся. Мало того, что как бы, вот, сами искалеченные пришли, я помню вот этих детей, которых они нарожали. К 90-м годам их практически никого уже не было живых. Кто спился, кого убили в пьяной драке, потому что эти дети, мамы целый день на работах, папы целый день пьют. До воспитания никому их дела не было. Они уже там в младших классах начинали курить, начинали выпивать. Кое-как 8 классов заканчивали. Я мало могу вспомнить детей вот этих инвалидов военных, которые остались живы. 40-50 лет, раньше 30 лет все ушли. И вот я думаю, вот сейчас вот придут пострадавшие вот в этой, в бойне. Что их ждет? Это же ужас. Как они будут приспосабливаться к мирной жизни? Я вот сейчас смотрю новости. Пришел участник СВО, кого-то зарезал, кого-то убил. Нормальные люди ведь понимают, что это все психология. Это как в душу влезешь и в голову заглянешь человеку, который стрелял в себе подобного. Что с ними случится? А зная наш подход к таким людям, им деньгами рот заткнут, ладу дадут и все. Потом куда бы он ни ходил, уровень нашей медицины такой, что вот тебе палку костыли дадут, иди. И они, наверное, еще доживут до того времени, когда они куда-то будут обращаться и им будут говорить, а мы вас туда не посылали. Идите туда и просите у тех, кто вас туда посылал. У наших военкоматов можно выпросить только одну повестку. Ни на какую большую помощь рассчитывать от государства точно не придется. Я вот не понимаю людей, которые топят за то, что надо продолжать. Вот я не могу представить какую-то нормальную европейскую армию, ну даже не европейскую, стран третьего мира, где люди вручную вяжут маскировочную сетку и делают окопные свечи, где при этом еще призывают население снабжать их продуктами, вещами, вплоть до туалетной бумаги. Это какая армия? Или они хотят перенести всю тяжесть войны и на мирное население? Ну, нормальным людям это спать не дает, но я понимаю, что очень много людей это поддерживают. Ну, я и знаю, и на личном примере я знаю, что очень много вменяемых людей это не поддерживает. Вот я хочу сказать, у меня есть очень много родственников, к которым я всегда прекрасно отношусь. У меня та родня, какая есть, другой у меня не будет. Но с теми, кто поддерживает вот это безумие, я перестал общаться. У меня были друзья, с которыми я больше 30 лет был знаком, вместе отработали, был очень близкий друг. Но я когда понял, что он думает не так, как я, он постоянно твердит то, что показывают по телевизору. И мне он как-то позвонил, я сказал, все, больше мы с тобой общаться не будем. И это происходит почти в каждой семье. Ну, идет тихая, холодная война в каждой семье. Люди перестают общаться. Моя жена мне как-то тут сказала, говорит, теперь я понимаю, почему нас так редко стали звать в гости. Если кто-то чуть затронет эту тему, а я там пригубил уже стопочку, все, начинаются разборки. Ну, и все, они знают, что позовут. И эта гулянка закончится печально, как обычно. У меня четыре дочери и семь внуков. Я уже на пенсии, мне терять нечего и бояться мне уже стыдно. Но представить, что у наших детей, у наших внуков отобрали надежду на хорошую жизнь, на нормальную жизнь, на европейскую жизнь, на то, что у каждого будет работа, у каждого будет возможность реализовать себя. Я сейчас боюсь, у меня пять внуков, вот сейчас старшему исполнится скоро 13, разговариваю с его папой, он уже говорит, что-то я боюсь. Мы никогда раньше не боялись, но придет время, пойдет год, отслужат и все. Я сейчас им говорю, поднимайте все рецепты, все справки, все, что ребенка касается, пусть идет учиться, хоть всю жизнь, но в такую армию, в такой обстановке, это идти, это, собственно, ребенка дать не знаю куда. Вот это страшно. А надежды только на дно, на то, что все-таки Бог есть, да, и он, наконец, призовет того, кого уже там дождались уже давным-давно. Он как-то вот все говорил о том, что мы все в рай попадем. Ну, мы-то никуда не торопимся, а ему вместо, мы готовы выступить всегда. Пусть, пусть. Его там давно заждались. Я отработал на комбинате, и только спустя пять лет я смог получить возможность ездить за границу. Я думал, я примерно так старости проведу. Но успели, в девятнадцатом году побыли в Испании две недели. Все понравилось, прекрасно люди живут. Никто там друг друга за задницу не хватает. Гей-парады на каждом углу не проводят. Прекрасно люди живут, радуются жизни. Не справляют ни первого космонавта, ни Великой Победы, но живут счастливо и довольны. Но тут случился коронавирус. Все, мы застряли в собственной стране. Когда коронавирус ушел, все, оказалось, мы страна-изгой, и нам уже никуда не поехать. И нам предлагают либо Хакасию, либо Алтай, либо Байкал. Байкал. Был я там везде. Но хотелось бы съездить и в Чехию, и в Австрию. Ну, видимо, не скоро. Видимо, не скоро. Но надежды мы не теряем. Либо мы все-таки выйдем из этой войны с минимальными потерями. И как-то жизнь в конечном итоге наладится. Хотя бы уже, ладно, не у нас, а у наших детей и внуков. Ну, либо будет все очень плохо. И вот этого точно бы уже не хотелось бы. Потому что Россия не та страна, которая может десятилетиями, как Иран. Мы так не привыкли работать. И мы привыкли все время надеяться на то, что у нас начальство умное. Оно все. А у нас начальство не умное. Оно заточено только под дно. Украсть и все. И ограбить. Отжать, убить. Больше все. Ты меня слышишь? Субтитры создавал DimaTorzok